Когда францисктическая компания публикует какое-нибудь хорошее исследование, подтверждающее эффективность препарата, она после публикации заказывает у журнала миллион отисков, по два-два раза отисков. Представляете сразу? Раз, и дополнительно по всему. Вот такой бизнес. И сегодня этот бизнес существует и в России тоже. Поэтому оказывается, что журналы, они не очень заинтересованы в научном органе. Они заинтересованы в том, чтобы было продаваемое содержание. До чего это дошло в России, и этого как раз самое дно, по крайней мере, дальше уже некуда. Наши исследования показывают, что в России до двух третей содержания научных медицинских журналов это статьи, которые опубликованы в поддержку тут же находящейся цветной рекламы. Сегодня рекламным модулем в медицинских журналах является цветная картинка плюс статья. Цветная картинка плюс статья. Причем распознать это можно только одним способом. Сопоставляя картинки со статьями, но правда иногда дополнительные деньги платят, чтобы рекламная картинка была перед первой страницей статьи. За это платят дополнительные деньги журналы. В результате сегодня наилучший способ поведения, который мы рекомендуем нашим врачам, не считать российские медицинские журналы. Таким образом, вот здесь просто уже наступила смерть. Когда эта смерть достигнет биофизические журналы, я не знаю. Но в принципе там такая перспектива может быть другим путем, но тоже возможно. Этот кризис происходит еще и потому, что оказывается, что у нас журналы могут делать все, что угодно, а университеты делают вид, что ничего не происходит. Вот замечательная супружеская пара из Хорватии. Они еще во время войны начали издавать хорватский медицинский журнал. И это совершенно блестящий пример. Они за 10 лет сделали англоязычный хорватский медицинский журнал седьмым журналом в мире по цитируемости. Хорватия вот такого размера страна. Сколько у них авторов? Но они привлекли международное авторство, и они сделали это седьмым журналом. То есть вот, New Imager, British Journal, англоязычный журнал. И вот и хорватский медицинский журнал. Вот они для чего достигли. Но когда вскрылась история с одним хорватским плагиатором, профессором того же университета, где они работают, то плагиатора старого отправили на пенсию, но они потеряли работу. К счастью, эти блестящие профессора, они не потерялись. Но очень важен факт, что университет вместо того, чтобы заниматься очисткой своих рядов от плагиаторов, он вместо этого стал бороться с теми, кто по своей должности, как редакторы, скрывал эту проблему. И это общая проблема во всем мире. Общая проблема во всем мире. Очень важно, что в наших с вами университетах вообще никто не хочет этим заниматься. Но, например, в высшей школе экономики, где я работаю, вопрос плагиата не обсуждается. Не обсуждается в каком смысле? Нет никакой дискуссии. Когда у нас высокопоставленный плагиатор профессор оказался, просто через несколько, а он там больше не работает. Программа оказалась закрытой. Это еще хороший способ решения вопроса. Потому что все-таки это решение вопроса. Хотя, конечно, лучше было бы, если бы был анализ. Вот вчерашний пример. Ну, не вчерашний, а субботний пример. Эстонский депутат оказался со сплавященной диссертацией. Помогли ему питерские специалисты, между прочим. Посмотрим, чем это закончится в Эстонии. Но, правда, возможно, это закончится ничем. Почему? Потому что у этого депутата избиратель находится в Коклоярме. Вот откуда избирать? А Коклоярме, это, знаете, какой район. Вот так что не исключено, что... Ну, вот это такой показательный случай. Но что интересно, в пятницу на странице диссернета появилась эта публикация. В субботу председатель парламента Эстонии уже давал интервью на эту тему. То есть, все-таки, в Эстонии реакция на такие вещи наступает иначе уже, чем в России. И у нас она происходит совсем иначе. Совсем иначе. Я заканчиваю. Значит, механизмы, которые у нас действуют, они разрушают не только медицинские журналы. Они действуют везде. Один из примеров, до того, как Российская Академия Наук была превращена в ФОНУ, до этого сама Российская Академия Наук, она тоже переживала странные процессы. Ну, вот, например, это данные, это в каком-то 2006 год. Посмотрите, сколько людей из кандидатов в Российскую Академию Наук работали в науке. И некоторые из людей, которые не работали в науке, вроде губернатора, были избраны академиками. То есть, эти болезненные процессы, они существуют везде. И мы не можем позволить себе останавливаться только на подобного рода экстремальных примерах. Мы должны ближе смещаться к основной массе проблем, которые существуют вокруг нас. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, вопросы. Да, пожалуйста. Поскольку запись идет, будет ли мне представляться? У меня два вопроса. Первый, вот вы говорили про то, что есть в фрукальшеской компании, которые дают на врачей продукции. У меня вопрос, насколько в России развита гомеопатическая лопия. Это первый вопрос. И сразу второй, а что делать? Гомеопатия – это развитая область бизнеса. К счастью, в большинстве развитых стран, занимающая очень небольшую изолированную нишу. В нашей стране она тоже находится в изолированной нише, но с большим или меньшим успехом входит в область медицинского мейнстрима. Через законы, упоминание в законе, упоминание в другом законе, указ президента и так далее. То есть она проникает. И думаю, что это пока еще хорошее положение. Пока еще это неплохое положение. А что с этим делать? Ну вот, распространять знания. Если вы пойдете на наш сайт, то обратите внимание, чтобы на все выпады, на все успехи гомеопатов мы реагируем. Спасибо большое. Пожалуйста. Меня зовут Даша Казанцева. У меня дополнение к вопросу Александра Бальщина. Вот есть такая компания Материамедиков. У нее есть препараты Анаферон, самые известные. И другие препараты. Простите, какой? Самый известный Анаферон. У них в инструкции написано, что они абсолютно гомеопатические. Там гигантские разведения. 10-15 таких нанограммов на храм. При этом они добились того, чтобы не называться гомеопатическими препаратами. И про них очень много публикаций наушных журналах российских. То есть каким-то же образом они все-таки этого добиваются. Это такое скорее возражение на то, что у нас нет проблем с гомеопатикой. Что делать? Мы учим врачей читать то, что публиковано в журналах. Ну, первое, мы учим не читать русские журналы. А второе, если уж они читают эти журналы, то мы обращаем внимание на то, что большая часть подобного рода статей являются рекламными. То есть являются частью рекламного модуля. И второе, они по содержанию, по содержанию, они являются недоказательными статьями. То есть они не доказывают эффективности препаратов в действительности. То есть там нет испытаний контролируемого в общательстве. Но подчеркнем, что это не стопроцентный метод. Например, есть сейчас на рынке такой препарат. Называется тромбовазин. Он широко рекламируется для самых разных целей. Например, для путешественников с усталыми ногами. Устали после полета? Ешь наш тромбовазин. Они умудрились этот препарат провести в безрецептурную продажу при очень ограниченных испытаниях. Но испытания выглядят очень величайно, как и подобные. То есть в действительности система отсева эффективных и безопасных препаратов она не может быть создана быстро, поскольку у нас ее никогда не существовало. А сейчас эта деятельность коррупирована устойчиво больше, чем это происходит в странах, как я режливо так скажу, на которые мы хотели бы, чтобы Россия была похожа. Да, пожалуйста, давайте еще один вопрос. Просто еще есть другие докладчики. Представляете, я хозяин Степан, бассейн кафедры зоологии и арбитургии Герцла. Вопрос такой, вообще, наверное, для всех, кто имеет дело с работой в высшей школе, наверное, в системе РАН тоже, что нам делалось так называемый налог международный. С инвекциями Хирша, с требованиями определенного количества амуникаций в Гребов Сайенс и в Кокусе. Жить с ними. И если бы я повторюсь, у меня сразу идей, как у настоять.